Вот такое видео прислали из Пятигорска. Птицу нашли недалеко от трассы с открытым переломом плечевой кости. Я сразу нашла машину для отправки, и в тот же день птица уехала ко мне. Около двух часов ночи я его встретила на трассе. Но это просто неземной красоты взрослый самец Курганника, и он занесен в Красную книгу. Можно сказать, что птице повезло. Во-первых, его нашли люди, во-вторых, очень быстро получилось его отправить, и, в-третьих, врач был сразу на месте в клинике, и мы попали на прием. Нормально весит всего килограммчик. Упитанность у него там в районе троечки. Сфиксировала не совсем правильно. В общем, тут гематома. На рентгене только перелом плечевой кости пока увидели, как его соберут, поставят остеосинтез. Тогда будем делать боковую проекцию, чтобы смотреть, чтобы сейчас не выламывать ему до конца крыло. О, там с осколками не очень красиво. Если пойду сфоткаю, покажу вам. Вот. Ну, самец некрупненький на килограммчик. Ну и упитанность тоже на троечку. Гематома такая на ноге. Визуально было видно, что у птицы открытый перелом плечевой кости. Огромные гематомы в области этого крыла, на груди, на ноге. Да и вообще, это была одна большая сплошная гематома. Практически на ровно половине птицы. Птица не очень хорошо упитана. В районе троечки, может быть, даже три с плюсом. Да и травма получилась у нас не самой первой свежести. Конечно, не супер застарелый открытый перелом. Но все равно. От свежести открытого перелома, конечно, зависит очень многое. Бывает такое, что птицу привозят вот только сломавшуюся. Считанные часы прошли после травмы. Ее получается очень быстро собрать, зашить. И по итогу, когда все срастается, там практически даже и не видно, что был когда-то перелом. А чем старее травма, тем больше она инфицирована. Ну и куча своих осложнений от этого идет. Тут его уже готовят к операции. Мы для птиц используем наркоз только газовый. Так как считаем его более безопасным. Дальше я успела поснимать небольшие кусочки операции. Ну прям совсем маленькие. Тут удалили все оперение, чтобы проводить там операцию. Все, кроме махов. А тут уже все зашили и закончили. Вот, показывают, как крыло работает. Все отпускаем. И мы ставили остеосинтез. И вот такой вот фиксатор там виднеется сверху. Примерно так делают практически все операции у нас. Вот. А дальше птица будет просыпаться. Во время того, как она просыпается, он чувствует себя не очень хорошо. Ему холодно. Ему нужно тормошить, чтобы он грелся. Вот. Но в целом все прошло нормально. Мне очень хорошо. Это мочевая кислота в большом количестве выходит. На фотках и видео можно увидеть, какая обширная там гематома. И гематома и на брюхе, и на ноге. Крыло вообще уже синюшное. Вот. Так что мочевая кислота пока будет выходить. Состояние птицы довольно-таки тяжелое, потому что у него упитанность достаточно низкая. Придется быть дома. Будем капать через инфузомат. Давай-давай-давай. Чуть-чуть просыпайся. Он уже тут когтил траву. Поэтому. Это уже поступила обыкновенная сипуха. Люди ее нашли на трассе, и птица не могла взлететь от слова совсем. Когда ее привезли, стало понятно, что сипуха очень худая. У нее упитанность, ну, очень низкая. Сипухи вообще часто приезжают в таком состоянии, когда у них уже просто нету сил убегать, потому что они худые в ноль. Вот. Это как с травмами, так и просто с инфекцией. То есть вот тоже с переломом приезжают, но сипуха уже просто худющая в ноль, потому что она каким-то образом там удирала. Вот это вот она меня пугает. Делает своеобразные движения, когда у сипухи сил побольше. Это сопровождается супер страшными звуками, вот, по типу преисподней кто-то орет. Ну, в общем, птица приехала целая, но очень-очень сильно худая. Конечно же, мы ее сразу потащили на рентген. Все птицы, которые поступают, две проекции рентгена, это очень обязательно. Вот, потому что случаи бывают разные. У нас нет рентгеновского зрения, и не все переломы мы можем увидеть. Помимо переломов мы видим там увеличенные органы, и кучу всего у нас есть. В идеале, конечно, еще сдавать два бакпосева минимум, ну и кучу ПЦРок. Но, конечно, не на всех есть деньги, чтобы это все делать. Сердце большое, может быть, перикардит еще. Очень большое сердце. Опять же, обусловлен инфекцией, наличие инфекционного процесса. Пойдем, у нее помета нет? Если говорить простым языком, то сипуха полностью целая, но больная по самое не могу. Букет инфекции в ней 270 грамм. Просто сипуха весит 270 грамм. На самом деле, у нее увеличены органы, пневмония, легкие затемненные и так далее. И в природе птицы часто болеют. И они просто умирают, но эту сипуху просто нашли. Как видите, я абсолютно везде со своим телефоном. И это суперсложно снимать для Ютуба и для Инстаграма. Это два совершенно разных формата. И достаточно тяжело, если честно. Особенно, если у тебя всего один гаджет. Тут мы делаем сипухи подкозной инфузии. Это, как я уже говорила, сипуха очень худая и обезвоженная. Чтобы хоть как-то увеличить шансы на ее уживание. Ну и взяли у нее немного материала, чтобы посмотреть под микроскопом. Курганника ждали примерно те же процедуры. Но так как помета в его коробке не было свежего, пришлось его добывать варварскими методами. Видео я монтирую практически спустя две недели после приема. И у Курганника сейчас все отлично. Он отлично кушает, набирает стабильный вес. И вообще все прекрасно. Превратился в злого мужика. А вот сипуха, к сожалению, погибла. Прейслемленный вес. Продолжение следует...